Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это седьмой тур моего восьмого дуэльного турнира. Наконец-то мы перебрались на перестрелку. Хоть и были три тура на Пангеи, но какая-то Пангея получалась постоянно на развитие. Я думаю, вот на перестрелке мы уже повоюем так вот серьезно, там на ранних этапах и прочее-прочее. Выбор у меня был между Венецией, Сиамом, Эфиопией и Иракезами. Я вот думал, собственно, что брать Иракезов или Эфиопию. Да, я знаю, что есть такая стратегия за Венецию, когда ты просто много строишь лучников, идешь своим венецианским купцом к городу-государству, а мы с городами-государствами играем, и апаешь их в метких лучников, но я считаю, что это не циво просто. Это, знаете, игра на удачу такая. То же самое, что взять Испанию, найти чудо тоже в дуэли, и, собственно, такая победа. Смысл, что тут интересного в этой игре будет, да? Ну вот, выбирал между Эфиопией и Иракезами. Иракезы интересны тем, что можно, ну, выйти в их уникальные юниты через Великую Библиотеку и напрягать соперника магавками, это серьезно, тем более, что, видите, у нас такая лесистая, лесистая, как-то сказать, лесистая, джунглевая какая-то карта получилась. Ну, мой соперник куда-то пошел. Я, в принципе, тоже, наверное, вот встану на этот холм. Ну, вообще у меня тут как бы нормально, но многовато джунглей на холмах, к сожалению. Ну и вот, видите, уже конец карты, значит, мой соперник слева в любом случае. Да, хорошее место. Вот тут я и поставлю город. А у моего соперника Германия. Интрига в том, что пока за все шесть туров турнира Германия ни разу не проиграла. Восемь побед из восьми. Это последняя нация такая стала. Ну, там есть несколько наций тоже без проигрышев, но просто за них по одному разу играли. А за Германию восемь раз и все восемь победы. Так что интересно будет. Ну и в первую очередь нам надо тут выяснить, где соперник и через что играть. Ну, на перестрелке играть через традицию очень редко бывает. Это, блин, действительно должен быть очень такой проход сложный. Если мы будем все через волю играть, мне надо постараться ставить на один город меньше, собственно, чем соперник. По-моему, это не сложно. Ну, посмотрим, как оно пойдет. О, мой соперник с озером. Ну, то есть в его границах озера. Тут реки быть не можно, если внутренне... Хотя вот, это же внутреннее море. Это реально внутреннее море. О, блин, интересно. Вот это озеро, да. А так как одно яблоко, то это море. Ну и что у него тут в начале? Нету производства в начале. Так, все остальное. Ну, немцы хороши тем, что они могут армию пополнять свою. Блин, ну как-то тут такая местность. Такое ощущение, что опять на развитии. Причем сверху, вот видите, у меня уже тут конец карты. Все, это конец. Какие-то карты генерируются вообще с каждым туром. О, шерипаду я хочу. Вообще тут место неплохое. С цитрусовыми. Так. Ага, у меня дальше нету роста пока. И ггшку я не нашел, чтобы купить клетку. Ну где же вы ггшки, ггшки, ггшки? Так, смотрите, ну тут тоже можно мне города поставить. Блин. Ну, в общем, важно, где соперник будет. Как далеко я имею в виду. Лошадок нормально. Правда, смысл в них на такой карте. Так. Пошли, наверное, в майнинг. Ага, вот город-государство какой-то. Наконец-то смогу купить клетку для роста. О, еще и Кайлас. Ну, Кайлас, видите, у Кейптауна будет. Так что надо мне шерипаду забирать. Опять два чуда, считайте, на мои... Ну как, вот это среди... Это между нами где-то вот это чудо. О, Магадишу. Так, ну вот, видимо, второй город, блин, может в традицию поиграть. Как-то тут сложноватые проходы для воли-то. Тем более я эфиоп, то есть я смогу отбиваться, если он пойдет в волю и у него будет больше городов. Все-таки... Я уже не помню, плюс 20 или плюс 15 процентов к силе. Плюс 20 процентов. А вот и немец. Тут море, по-моему, тоже. Вон, короче, тут вообще какое-то море. Да, забавная местность. Ну, второй город... Блин, хочется вот тут на цитрусовые поставить. Зря он, по-моему, на болото встал. Так, давайте, наверное, еще Война. Попробую традицию. Так, джунгли. Блин, тяжеловато тут. Проскочил скаут, к сожалению. Я вот думаю, что мне взять. Ну, вообще, плантации выглядят неплохим выбором. Культура от плантаций. Культура от плантации based на рынок. Какая experiencing пробив. Какая влажный. К тому, что... Каждый. Кажевна, быстрее. да по ходу традиция что немец где-то вот там сейчас будет вообще фиг знает так ну поехали вот можно на цитрусовые поставить чтобы можно было еще один город вот тут например и отъедать их морскими караванами а как вам идейка так ну где тут скаут или вообще вот на месте этого лагеря точно на месте лагеря будет под горой так надо глянуть что вот тут за местность походу нас с немцем вот этот вот перешейк разделяет и все а так сушить уже конец карты он тут где-то близко можно вот вообще шерепада практически в центре но я думаю а я думаю вот там варвары убили так теперь мне уже непонятно где немец может быть тут постою а вот он все таки ну мне к шерепаде явно быстрее идти чем ему другая проблема что тут сложно а вот он где надо с этим лагерем быстрее разбираться уже пусть куда он его поведет а вот и панама но нера захочет вот тут поставить и он по воле пошел ох не знаю правильно или я выбрал путь развития но сейчас увидим так вырубка джунгли открыта календарь давайте воплощем а а а а а а а а но у него эти производства больше за счет того что он взял волю но ну республику но местность я бы не сказал что у него такие же джунгли при этом у него еще и холмов не видно блин мне наверное скаута еще одного построить потом уже посела иначе я бы не доведу просто или она где-то внизу город поставит железо у меня тут железо немерено класс так отличненько теперь мне надо поселенца довести ну куда он интересного ведет просто тут поставит так производства 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 вот так сделаем да ладно можно сразу следующего поселка строить копейщик идет по мою душу не буду пока отступать этот ход мне бы в панаме спереть рабочего чтобы он берлину ну немцу не достался окружают демоны 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 так где рабочий блин пошли на помощь этим будет сейчас обходить тут по клетке или как не может денег просто не хватить купить шрипаду так третий город наверно вот тут поставим или с этой стороны кстати с этой стороны лучше местность да вот на этой клетке например и 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 это все делать может мне взять одну волю чтобы построить пирамиды не буду атаковать все убился че там защищен копейщиком ну мне бы не хотелось чтобы он вот тут стоял если он хочет тут поставить я не против отлично класс почему я не видел что он раненый в прошлый этот у это круто если бы он играл через традицию то конечно ему надо было бы уже сдаваться но через волю это все из-за отсутствия разведки всегда надо двух скаутов вначале строить на таки на таких картах но тут еще для ними для него не потеряно конечно немножко тут на четыре хода позже ну вот он зря просто так посела повел по моему скромному мнению ладно дает мне вывести рабочего выведу рабочего что я против что ли вот должна сама эта клетка купиться вот должна сама эта клетка купиться и мы ведем напоминаю посела вот сюда или сюда а я только сюда могу поставить вот сюда ведем вообще приятно конечно рекламировать два гис у них постоянно появляются новые функции и мне есть что вам рассказывать вот например теперь этот справочник и каталог организации показывает в какой вагон метро вам надо садиться чтобы куда-нибудь добраться думаю для жителей москвы где составы метрополитенов очень длинные функции окажется полезным так что заходите на сайт 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2gis если быть точным кайлас ну кайлас еще не захвачен кстати может мне четвертым городом просто кейптаун захватить так когда он тут присоединит четыре хода атакуйте меня варвары атакуйте меня полностью торговый путь лагерь варваров так два лагеря варваров хотят гэгэшки да я знаю что хотел пирамиды типа взять но блин блин не ну вряд ли они убьют хотя блин на болоте я бы не рисковал отлично просто не атакуют раненого видите так что могу еще спасти ну если не убить не думаю что они убьют посева мы идем апельсинки обрабатывать не хочу на болото становиться и вам никогда не рекомендуют меня тут просто вынужденная такая мера все проскочили давайте спасать скаута великого музыканта уже хотят так харар растет правда нифига не растет территория ну следующим ходом должен эту клетку присоединить отлично осады одисабебы осады одисабебы эсэп 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 шесть семь восемь девять десять на две клетки когда больше десяти тогда это считается морем как а до десяти клетка клеток будет озером забавно так ну что третий город он еще не просто что у него там гамбург так отъедается подождем пока в принципе амбар можно правда только возможно два амбарных ресурса нет давайте армию так теперь ну сейлинг наверное рано еще не стоят у нас города выпускать морские караваны хотелось бы где-то и четвертый город поставить он для воли очень долго два города играет это мне можно через традицию а а а а Продолжение следует... Так у него все-таки не море, а... Хотя неизвестно, может, тут он на море стоит. Ну это какая-то везука мне с местом опять. Какие-то вот, знаете, игры пошли, либо везет моему сопернику, то есть я не могу сказать, что как-то вот ровная борьба. О, у меня деньги закончились, слушайте. Так, давайте сюда, давайте сюда. Вот и деньги появились. Так, после копейщика можно амбар построить. Не, один ход, давайте, один ход. Пускай. Давайте копейщиком сходим, найдем тот лагерь. Так, производство. Так, производство. Пуп взять. Вот. Пусть. Пусть. Пупся. Пусть. а может он в традицию тоже пошел нет liberty идет счастье стоп я не открыл ну вот теперь видимо и можно сейлинг открыть все-таки магадишу хотела панама этот хочет так блин магадишу очень хороший союзник если чё так что надо бы заняться тем лагерем рабочих давайте в адисабебу перекинем так амбар готов полечимся пока и вообще он следующим ходом перекинут в харар хочу это так минус 4 а у немца минус 3 но 91 он с кого-то дань взял но я уже первый по армии или не да наверно он взял 50 золотых с лагеря а 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 там библиотеку не строят в случае Ух ты, 21 производство, а что он третий город поставил? Нет, а откуда у него столько производства? Блин, хочется очень пирамиды все-таки построить Ага, вот Мюнхен, да, бахнул все-таки Поближе ко мне Да ладно, тупо вышел, чтобы убить моего, ты гад, ооо, мрамор? Да, знаете, я возьму все-таки через три хода волю и попробую пирамиды, поскольку иначе мы джунгли будем очень долго вырубать Ну, гад идет мой лагерь забирать Ну, не гад, гад, конечно, нечестно вообще играет Иди ты нафиг О, он не знает, что там лагерь, отлично Так, амбар Амбар Библиотека Еще копейщика В конце случая, начнем Следующим ходом могу начать строить пирамиды Ммм, блин, почему не на производстве тут не стояло? Вот так Так, ну мы меняем и только если через Кейптаун пройти Может получиться Библиотеку он не открывал Непонятно, строит ли он пирамиды Блин Но он долго строил Этих Поселенцев Так что Беру 12 ходов Так, давайте, чтобы быстрее до 6 вырос И На производство тогда Харар вырос Три люкса А у меня сколько? Раз Два Ну Еще считайте половина шерепада Три Четыре У меня четыре Можно сказать еще пять Правда в углу Пошли в философию Блин Все-таки он построил Плохо Ладно, давайте тогда Библу Хотя мог протрыть Ну и хочу на болоте просто оставаться Классическую эрун вышел Да, меткалуки Я думаю, я философию так открою А с Библы возьму мечников И Ну Мечниками будет О Да ладно, что Он прям тут будет бахать город И меткалуками меня атаковать Ай, блин Ну это какая-то уже просто эта Хрень Откровенная Значит мне надо Хром Артемиды строить А не Библу Давайте-ка Достроим Так, и тут надо быстрее Строить караваны Чтобы у меня эти города росли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин Что ж мне с этим лагерем делать Одиннадцать входов Волю взял зря Так бы Уже намного лучше было бы развитие Все, на производство Субтитры сделал DimaTorzok 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 наверное стоит проповедников купить и распространять уже он явно будет продавливать крепостями лучше бы я честь взял вместо воли ну вот у него уже больше городов чем у меня то есть мне не хочется ставить дверь 4 горы чтобы не потерять плюс 20 процентов защиты на своей территории там куаллумпур что ли с той стороны долбит так еще мне вот краб нужен сейчас побегут лодочки блядь библиотека что же он возьмет деньги что я там петра какая-то офигенная неужели на такой местности есть где-то петра обалдеть на нерву философию взял а нет это я просто нет все правильно деньги он взял и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, что-то у него с производством, конечно, покруче... Стенку построить, что ли... Пятый город он не поставил... Вопрос, откуда у него деньги, счастье... Здесь у него три ресурса роскоши всего... Продолжение следует... Может, подарить... Дуболома Магадишу... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут все ресурсы роскоши присоединены... Тут тоже... Остался краб... В общем-то... Там... Вот этот лагерь... Расфигачил... По-моему, ему тут не дали... Денежков... Продолжение следует... Ум... Продолжение следует... Ну что, дорогу прокладывать? Слушайте, а у меня там плюс 20 только на своей территории, а они вообще везде плюс 20. Отлично. Вот у меня плюс 20. Ну что, это типа Харара считалась клеткой? Поехали. но он пока армию не строит мне конечно метка лука подстроить а 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 в стене если у него там генералы будут он всё равно будет продавливать генералами смысл мне в стену идти ох зря я волю взял сейчас бы я закрыл уже традицию надо плантации строить культуры можешь ты мой фига мне какао у меня есть какао спасибо не надо так производство производства надо пойти овец еще обработать так мавзолей мой что не может не радовать дорога 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 хорар сели здесь обработали крабиков мне конечно оптику открыть но вообще не по пути как-то пока то что маяки в хараре его 2 маяки будут очень в тему не желе это с этого лагеря он сюда его прет вообще лучше мне не дорогу тут строить а холмы от джунглей убирать очищать это холм мне нужен откуда он деньги постоянно берет я не понимаю железь лагерей вот прям блин что там там 50 золотых же при определенной даже не 50 золотых а 67 по моему блин где-то германия не вообще 25 это 67 процентная я правда содержание юнитов меньше на 25 процентов о личинка стену он построил стену то есть это он а или наоборот для атаки он построил стену блин генерал него видимо уже есть не понимаю я что он что он хочет атаковать или защищаться ну при такой демографии надо атаковать потому что в защиту тут блин пойдем да точно в этот лагерь прет надо нацколледж успеть построить кстати оракул бы тоже было бы не плотно но и нацколледж я бы смог я чем сюда прется почему дим про атаковал немца но это не честно честно убьет наверно убрёт убьет зря я опять затупил нет я выжил да ну смысл он похоже следующим ходом и убьет или я болен ну проблема традиции в том что у него мало рабочих и несмотря то что я офигенно растут а я начинаю уже обрабатывать хреновые клетки но вот это ну просто рост ради роста я могу он купить холмик кстати так он начал армию строить блин так же меня задолбали то но я могу сейчас захватить и миссионера зачем вот урок нахрена мне распространять религию может быть ггшка хоть какая хочет никакая не хочет ой блин ой блин бездарно отданы юниты вот тут два копейщика просто просто так да пошли юниты сейчас будет атака крепостями на харар а 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 иду в пикинеров то что они сильнее чем мечники даже по-моему 60 нет дешевле но железо не давал мне железо дофига в принципе я бы по поводу железа и не беспокоился так Стены построил, зачем он потратил? Такое ощущение, что он реально думает, что я на него буду нападать Зачем мне нападать, если я выигрываю в развитии? Непонятно мне что-то Что я в этой игре не понимаю? Он, конечно, генералом может прийти, отъесть сейчас вот это чудо Субтитры сделал DimaTorzok Как я так с пророком тупанул? Ну блин, уже прется сюда, ну смотрите, а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В гильдии что ли? Обалдеть То есть ему уже до арбалетов буквально... А, так он все ясно Он хранит деньги на арбалеты, видимо Так Заканчиваем Тоже идем в арбалеты Хватит пока Ну, что он там пишет? Ну Я не знаю, я не считаю, что у него здесь проигранная партия, реально То есть Вот так, как я думал, так ему и надо было действовать Он закрывает волю, берет генерала Я не знаю, он, наверное, ученого взял, судя по всему И еще честь может взять Тут вот продавливает, строит армию Ну, я не знаю, он... Такое ощущение, что он играл от защиты Ну нету у традиции таких возможностей отбиваться, как вот у воли Тем более, что у него, ну, нормально с производством И в меткалуке он раньше меня вышел И в арбалеты может раньше меня выйти Хотя он философию не открыл Но зато у него ученый есть И библиотека великая у него есть Да ему надо было меткалуками уже вот тут начинать Видите, тут обработано, да? То есть можно полечиться, например, на этой клетке Да, тяжелая местность, тяжелая Но попробовать-то можно, чем сдаваться вот так На ровном месте Не знаю Я вот подумал, что я, возможно, зря пошел в традицию Я вполне мог тут вот те же самые три города в волю поставить И было бы лучше Потому что я тут от традиции, на самом деле, ничего не получил-то Ну, только вот лишнее счастье от столицы Это и то три счастья, да? А так у меня все быстрее бы строилось В общем Ну, во-первых, он, видите, в волю просто так Пошел, не разведав скаутом ничего Я-то двумя скаутами разведал и выглядело так, что реально надо Что можно попробовать в традицию сыграть Проблема тут, видите, в большом количестве джунглей Тут, конечно, нужны были пирамиды Мне кажется, он мог все-таки Постараться Ну, вообще, он уже начал проигрывать, видите, по производству Ладно, на этом все Вы слышали Лешу Халецкого Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!